23 мая на базе корпоративного университета Акбарсбанка при поддержке Росмолодежи прошла проектно-аналитическая сессия центров карьеры вузов Приволжского федерального округа «Трансформация карьеры». Организаторами мероприятия выступили Министерство науки и высшего образования Российской Федерации совместно с Казанским федеральным университетом, экспертный центр карьеры при Миноборнауке и Акбарсбанк. Главной целью такого рода встреч является обеспечение конкурентоспособными кадрами. Со многими уже есть соглашения, потому что мы ежегодно, допустим, Казанский федеральный университет ежегодно заключает с разными предприятиями большое количество соглашений, которые потом как раз используются в вузе для трудоустройства, для прохождения практик, для прохождения стажировок. На сегодняшний день, когда мы общаемся со студентами и на разных стратегических сессиях, на проектных сессиях, то есть очень важно для них еще помимо того, чтобы практики, чтобы, допустим, лучшие студенты имели возможность стажировок. И действительно со многими уже, допустим, организациями или с мэрией Казани, которые тоже предлагают большое количество стажировок, при этом не для четвертого курса, а наоборот, они делают акцент на второй и третий курс. Поэтому, конечно, эти задачи можно в рамках таких мероприятий тоже решить. С первого курса мы студентов настраиваем на то, что они станут выпускниками Казанского императорского университета. Как бы ни крути, история – это наше все, и поэтому наши студенты должны быть востребованными и быть компетентными на рынке труда. И поэтому какие-то компетенции, которые им недостают, мы помогаем их как раз достичь, познать как раз в моменте сотрудничества с нашими партнерами-работодателями. Вместе с кадровым дефицитом в оборонно-промышленном комплексе нарастает запрос и других предприятий на привлечение и развитие молодых кадров, а значит и на качественную и результативную работу с университетами и центрами карьеры. Ключевыми гостями на конференции выступили Сергей Вещепанов, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью факультетус, и Александр Ведехин, заместитель директора департамента молодежной и государственной политики и воспитательной деятельности Миноборнауки России. Несколько дней работы мы постараемся, чтобы диалог между центрами карьеры университетов и кадровыми службами предприятий УПК был более эффективным, чтобы стороны научились слышать друг друга. И все это делается с одной очень важной целью. Для того, чтобы наши студенты были профориентированы с младших курсов, чтобы у них не возникало проблем с трудоустройством, с прохождением практики. Для того, чтобы будущий работник, сегодняшний студент и работодатель друг друга знали уже с младших курсов университетов. Я думаю, что такие мероприятия, как сегодня, этому очень сильно способны. Довольно-таки много университетов из Приволжского федерального округа и из других регионов России. Преимущественно те университеты, которые обеспечивают кадрами наши самые приоритетные предприятия, в том числе предприятия обороны промышленного комплекса. Мы знаем, что конкуренция за кадры очень высокая. И сейчас задача у центров карьеры – помогать предприятиям не просто находить людей, а помогать именно быть конкурентоспособными на рынке соискателя. На пленарной сессии обсудили болевые точки отрасли в формате дискуссии, тенденции и тренды. Своим мнением поделились эксперты, участники спроектировали и внедрили новую модель работы университета с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, ориентированную на развитие талантов, и изучили лучшие практики привлечения и адаптации молодежи. Второй день мероприятий будет включать в себя практическую деятельность, в ходе которой участники пленарной сессии смогут в командах отработать полученные знания, а также поделиться опытом с коллегами. Елизавета Пшеничникова, Аделина Абдрахманова, Александр Антонов, Универ Новости.